Как показывает практика, только каждый 20-й из тех, кто приходит в тренажерный зал, остается здесь на всю жизнь. Больше половины отсеется в течение первых 2-3 месяцев тренировки, оставшаяся масса уйдет в течение первого года. Если человек задержался в тренажерном зале более чем на 2 года, можно говорить, что он уже не уйдет отсюда никогда. Если только не случится нечто, что сильно изменит его жизнь или представление о ней. Почему же бодибилдинг отпугивает спортсменов? Несоответствие желаемого и действительного. Бодибилдинг это тяжелый труд, требующий интенсивной и продолжительной тренировки для достижения хороших результатов. Это понимает любой бодибилдер, но не знает ни один новичок. Бытует мнение, что из всех видов спорта бодибилдинг самый простой. Здесь нет тренеров, которые непрерывно следили бы за спортсменом и подгоняли его, если он чего-то не хочет делать. Здесь нет соревнования в привычном понимании этого слова. Вся тренировка бодибилдинга строится по принципу личной мотивации и поэтому вдвойне тяжела. Как правило, спортсмены поопытнее уже сами разрабатывают себе программы тренировок, питания и отдыха. А это требует определенных познаний в области физиологии, диетологии и никак не вписывается в представление новичков, как о глупом и простом виде спорта. Наконец, не оправдываются ожидания и в сроках достижения поставленных целей. Большинство новичков считает, что огромные мышцы отрастут сами уже через пару недель после начала тренировок. На самом деле, первых серьезных результатов стоит ждать только через полгода, а на этом терпение хватит не у всех. Травмы и прочие проблемы со здоровьем – это причина встречается среди тех, кто бросил занятия через пару лет. Травмы могут быть от простых болезненных ощущений в суставах до вывихов, растяжений и порванных связок. После двух-трехмесячной отлежки не каждый спортсмен найдет в себе силы преодолеть лень и вернуться к тяжелым тренировкам. А тут еще и долгий период восстановительных тренировок. Иногда причиной выступают и серьезные заболевания, вызванные долгими тренировками. Как правило, это различные недуги сердца. Всем известно, что занятия с тяжелыми весами приводят к срыву сердца. На самом деле, за пугающим термином стоит относительно безобидная в молодости аритмия нарушение частоты сердцебиения. Раз возникнув, она уже никогда не проходит. Стало меньше времени. Эта причина популярна среди вчерашних выпускников в СУЗов и ВУЗов. Устроившись на работу, обзаведясь семьей, как-то не находит времени для продолжения занятий. Вечера принято проводить в кругу семьи, друзей или дома, решая мелкие бытовые проблемы. Тут уж не до тренировки. Нередко бросают тренировку и при появлении детей, все же они требуют много времени. Часто случается у спортсменов-любителей на 4-5 год тренировки. Так как особых результатов человек не добился, времени тренировка занимает немало, то и избавиться от нее не грех. Утомляют одни и те же упражнения, одни и те же программы. Частенько такие спортсмены возвращаются в тренажерный зал, чтобы через полгода снова его бросить, а через пару месяцев снова туда вернуться. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok